Я хотел сначала представить своего содокладчика, это доктор медицинских наук Грибова Ольга Викторовна. Это фрагмент ее докторской диссертации. Ну, наверное, говорить об актуальности этого направления, которое мы сегодня рассматриваем, нет необходимости. Несмотря на то, что редко встречаются опухоли, злокачественное образование слюнных желез, тем не менее, эта проблема является достаточно актуальной. В силу того, что, как правило, калечий характер традиционного оперативного лечения, порой даже с резекцией лицевого нерва, а вот то, что мы сейчас предлагаем, это высокоэффективная нейтронная терапия после выполнения тех операций, которые могут носить условно-радикальный характер. И вот эта проблема, значит, является на сегодняшний день очень и очень актуальной. И вот после резекции лицевого нерва, вы же сами прекрасно понимаете, что возникает дефицит мимической мускулатуры и приводит не только к косметическому дефекту, но и нарушение актов жевания, глотания, речевой функции, ну и, естественно, возникает логофталин. И вот необходимость изучить объективные показатели функционального состояния лицевого нерва после проведения органа, сохраняющего комбинированного лечения, это тоже является актуальным вопросом. И вот сейчас в клинической онкологии активно внедряются новые разработки, новые технологии, которые обеспечивают высокую функциональность качества жизни и доступность тех мероприятий, которые обеспечивают высокое качество жизни наших пациентов. И вот я хотел сказать о том, что с 2001 года, это практически 20 лет, в нашем институте разработаны и разрабатываются способы комбинированного лечения новообразования околоушных слюных желез с резекцией или же с сохранением лицевого нерва и послеоперационной нейтронной терапии. Вот результаты этого как раз исследования мы хотели сегодня и доложить уважаемой аудитории. Комбинированное лечение с послеоперационным курсом нейтронно-фотонной терапии и больных раком слюных желез. На первом этапе выполняется удаление опухоли. То есть мы удаляем злокачественную опухоль, препарируем ствол и ветви лицевого нерва и сохраняем их как таковых. После этого проводится на втором этапе комбинированного лечения нейтронная терапия. И здесь показана дозировка. Разово-очаговая доза составляет, в зависимости от режима, который мы выбираем, 1,4 до 2,4 Грея. И это, как правило, 2 фракции в неделю. До суммарной дозы максимально 7,2 Грея. Здесь в последующем проводится дистанционная гамма-терапия. То есть это сочетанная нейтронно-фотонная терапия. И в целом курсовая доза с перерасчетом составляет порядка 46-50 изогрей. Здесь схематично мы показываем, каким образом выполняется шейная лимфатисекция, каким образом производится аппаратитектомия с препаровкой ветвей лицевого нерва и ствола. То есть это те классические, так сказать, этапы оперативного вмешательства, которые изложены прекрасно в монографии Александра Ильича Пачеса. А это уже фотография, выполненная по ходу операции, которую мы производили у наших пациентов. И вот это важный этап. Выделение ствола и препаровка ветвей лицевого нерва. С тем, чтобы в последующем мимическая мускулатура не страдала, сохранялась иннервация. И вот ряд фотографий наших пациентов, которые перенесли оперативное вмешательство. Но, тем не менее, после операции, естественно, возникает травматический порез мимической мускулатуры. И вот это уже достаточно знаменитая фотография, где мы показываем циклотрон У-120, института ядерной физики, который имеет отношение к Томскому политехническому университету. И на этой базе выстроен нейтронный пучок, который обеспечивает радиотерапию этим плотно ионизирующим излучением. Здесь показаны режимы нейтронной терапии. Первый режим фракционирования – это порядка 8-12 грей, что составляет порядка 40-50 изогрей. И длительность лечения здесь 4-6 недель. Второй режим фракционирования – он несколько больше. 1,8-2,4 – 3-5 фракций в неделю, что в суммарно чаговой дозе составляет порядка 26-40 изогрей. Здесь показан коллиматор, процесс облучения больного после выполнения функционально щадящего оперативного вмешательства. И вот наряду с теми стандартными методиками, которые сегодня любезно доложили наши коллеги в начале нашей секции, мы проводим еще этим больным электронейромиографическое исследование. И это исследование проводится специалистами, которые владеют этой методикой и занимаются этой проблемой сотрудники НИИ курортологии. И вот в группе с органосохраняющим лечением с целью объективизации функциональных показателей проводилось это как раз исследование лицевого нерва на аппарате нейромиан с программным обеспечением нейротест. Это исследование важное, нужное для оценки функции этого как раз нерва. Электронейромиографическое исследование проводилось после окончания комбинированного лечения, ну, через три месяца и через шесть месяцев после завершения лечения. Вот такие интервалы мы задавали. Изучали динамику показателей нервосфациализ и иннервируем им мышц. Определяли амплитуды вызванных мышечных потенциалов при стимуляции двигательных точек нервов и скорость проведения импульсов по афферентным волокнам нерва. И вот посмотрите, каким образом выглядит ранний послеоперационный период и как восстанавливается проводимость нерва, его функция по прошествии шести месяцев после лечения. Здесь мы констатируем примерно 18-20% нормализации показателей скорости проведения импульсов по афферентным волокнам. И вот одна из самых главных целей системы медицинской помощи сегодня в клинической онкологии является восстановление или же сохранение качества жизни онкологических больных. Но вы сами знаете, что качество жизни – это совокупность параметров, отражающих измерение течения жизни с оценкой физического состояния, психологического благополучия больного, социальных его отношений и функциональных способностей в период заболевания, лечения, ну и на этапе реабилитации. Это, так сказать, те требования ВОЗ. И вот количественная оценка качества жизни в данной группе больных была проведена в рамках международного протокола с Европейской организацией исследований лечения рака. И здесь исследования проводились в сроке до начала комбинированного лечения, после завершения лечения и по прошествии шести месяцев. Здесь мы показываем функциональные результаты, отмечается улучшение физического функционирования, эмоционального состояния больного и социального функционирования. Вот социальное функционирование через шесть месяцев приближается к 100%. То есть та методика, которую мы сегодня пропагандируем, она обеспечивает высокое качество жизни наших пациентов. По симптоматическим вот здесь шкалам, то есть уменьшение тех показателей, которые мы оцениваем, свидетельствует как раз о преимуществе данной методики. Ну вот здесь мы хотели продемонстрировать больную, последствия выполненного оперативного вмешательства. И вот по прошествии трех месяцев у пациентки нет ни рецидива, ни лучевых повреждений в зоне оперативного вмешательства и в зоне лучевой терапии. А эта больная, которая оперировалась с нами, я уже на одном из наших конференций демонстрировал ее, пациентка глухонемая, страдала опухолью околоушной слюной железы, скорее всего это была малигнизация, и вот мы ее прооперировали, провели нейтронную терапию, и она на тот период времени, когда это мы анализировали, была жива, продолжала работать, работала в фотомастерской, проявляла пленку. Сейчас, наверное, уже нет такой специальности или такой профессии. И вот когда мы анализируем отдаленные результаты лечения, они как раз свидетельствуют о том, что и общая выживаемость этих пациентов, и безрецидивная выживаемость достаточно имеют высокие показатели, высокие значения. То есть, когда мы выполняем условно-радикально-оперативное вмешательство, это не влияет в последующем при проведении нейтронно-фотонной терапии на онкологический результат. Итак, мы подошли практически к завершению нашего доклада. Какие же выводы напрашиваются? Выполнение органа, сохраняющего лечение, больным с злокачественными образованиями околоушной слюной железы, не приводит к значительному нарушению функции мимической мускулатуры, речевой функции и проблем нет с питанием. А проведение электронейромиографического исследования позволяет объективизировать динамики восстановительной процессы в лицевом нерве. Это не только должно быть фотографирование функции лицевого нерва, это должно быть глубокое электронейромиографическое исследование у данных больных. И комбинированное лечение с припаровкой лицевого нерва и послеоперационной нейтронной терапией позволяет значительно улучшить качество жизни наших пациентов. Это вот авторы этого доклада и наш замечательный город Томск, который славится своей деревянной архитектурой. Так же, как и наша северная столица, Санкт-Петербург, славится своим зодчеством. Спасибо! Спасибо за внимание! Продолжение следует...